петропавловская борщеговка улица вишневая иду по ней таких улиц и ну это есть и солнечная и борщеговская но в принципе они такие похожи тут элитные дома такие стоят они такие конечно как конча застрели там куча водицы с землей с гектарами земли здесь участки небольшие но дома так два-три этажа больше люди здесь почти не ходят а в основном ездят на машинах тут идешь редко когда встречается на стрель вот это по этой улице здесь еще шлагбаума нет а так бывает по три по два-три шлагбаума на улицу она улица не длинная и охрана не знаю не ведомственная или какая частная охранники я не знаю вот поэтому и стараются все ездить на машинах ну а так конечно люди не бедные конечно здесь наверное живут но не в этом дело я бы хотел свою тему остановить на том что касаясь вот слушая радио телевидения касаясь чиновников наших которые которые увеличили себе зарплату где-то наверно 17 раз было шесть тысяч зарплаты у них вот это и принять шинзюки сделали это смысле они стали плакаться что у них зарплата маленькие нужно повысить зарплату иначе они в киеве или под киевом вот как здесь пятоватка барсигулка они в таких домах но наподобие конечно таких может даже побольше выжить не могут потому что их же надо содержать каждый день нужно на машина и пешком никто не ходит бельгин прочая кормежка семьи поэтому шесть тысяч не хватает это мне хватило пешком ходить здесь может быть может быть а хватило меньше намного как-то живу семья тоже есть принципе вот тяжело конечно выжить на эти деньги но живем а не мне так вот в чем я веду речь то они съездят за границы бывают командировка за счет бюджета нашего пара номера брака так вот собаки так вот и для арбата как для арбата есть что перенять по крайней мере а перенять там можно то что чиновники там более менее скромно живут скромно живут старается по крайней мере не показывают вид и законодательство них определено что определенный коэффициент к минимальной зарплате 1 5 или 1 6 если минимальная зарплата как у нас допустим 1200 1300 больше получать они должны чтобы минимальная зарплата увеличилась будет 3000 минимальная зарплата иначе будет 15 или 18 тысяч смотря как только петли ну 5-6 где-то не так как у нас дело на что кажется нет финизм по своим людям жить в нищеской стране повышать себе зарплату когда люди можно сказать выживают и гладают потому что не могут позволить не могут и не позволить это купить даже продукты это не зла я считаю что это говорят там голодомор и прочим впрочем но у многих голодомор он уже сейчас которая если чиновник говорит что за четыре с половиной шесть тысяч точнее шесть тысяч она в нароке говорит мы получаем депутата 4 с половиной не могу прожить киеве под киевом когда как можно прожить за тысячу за 1200 или там зарплата минимальная получается эти люди должны вымереть потому что физиологические не могут физически точнее выжить поддерживать физиологические свои говорится организм свой поэтому много вопросов таких я говорю я даже бы назвал вот это 14 15 годных своеобразным геноцидом потому что социальные все урезаны программы пенсии не увеличить даже инфляция которая галлопирующая была и есть никто же и ценюк обещал что мы сделаем увеличение пенсии зарплат на величину инфляции чтоб не почувствовали ну на самом деле кроме себя родных они ничего не сделали для того чтобы увеличить люди зарплату поэтому поэтому так и живем